ну что девочки и мальчики дорогие мои наверно все-таки у меня здесь в основном девочки в этом в ютюбе у меня девочки и мальчики а здесь на все таки у меня одни девочки я не знаю много мальчиков наверно нет никого ну что у вас воскресенье вечер а я сижу одна ну что у меня на свидание ушел на свидание с друзьями но это все равно свидание правильно он как свидание от какого слова идет свидеться с кем-то то есть он ушел на свидание у меня я таки написала на свиданку знаю что вы сейчас не спите сейчас готовитесь ко сну но так как завтра мало кому надо вставать куда-то мы можем с вами поболтать я не знаю о чем мы будем болтать но я с удовольствием на любую тему как угодно как хотите написали мне а что вы рубашки ник не гладите в америке так вот я вам хочу сказать у меня он вышел из значит из гардероба уже в этой рубашке и я говорю то что мы же ее продаем эту рубашку то зачем ты ее надел он такой я хочу ее надеть и ты ее продавать не будешь мы снимаем ее с продажи я говорю ну чё с ума сошел что ли говорю ну как бы я сначала ему не дала его и и одеть и потом я буду дай хоть я ее поглажу он не за что не сниму потому что он испугался что я ее заберу и не отдам и он даже не дал мне погладить поэтому рубашка не глажена но это не по моей вине я обычно вы же знаете какой у меня муж доходит все время наглажены я все время глажу вещи но вот эта рубашка немножко помятенько но она не до такой степени конечно сильно помятая но мятенькая была конечно и она что я могу сделать ничего не могу сделать я вот видите в домашнем платье так как винтанта у меня сегодня нет у меня никто не будет рядом храпеть никто не будет смотреть телевизор после этого я все-таки пойду и сделаю видео косметики потом с мой брови свои губы это я сейчас губья брови я накрасила сейчас с вами поболтать наталья здравствуйте вы загорали нет а что я загорелая нет а как же самоизоляция ну вот что я могу вам сделать как самоизоляция орала и кричала и говорит пойду и все у нас во флориде говорит никого нет мало кто и мои друзья сидели на карантине две недели мы с ними встречаемся что я костюме лягу ну все поехал говорит уже все можно все уже открыто говорит поэтому лариса чайка привет золотая так что сижу дома думаю пойду поболтаю с девчонками со своими может кто-то не спит может кто-то что-то хочет рассказать наташа сколько вам лет столько энергии вас как быть такой жизнерадостной можно в россии мы с каждым днем становится становится скучны так на первый вопрос отвечать сколько мне лет 52 года сколько во мне энергии да я думаю что я самый обычный человек но так как я принимаю продукцию алоэ сейчас опять был себе смеяться вот опять она значит рекламирует свое алоэ но я хочу вам сказать что алоэ продукты мне придают жизненную энергию наташенька вчера в эфир подключилась самом конце если уместно спросить был какой-то конфликт с флоридой ялтой смысле какой был конфликт с флоридой ялтой смысле когда пять лет назад был сейчас не было так что у нас кто еще есть виндзен красавчик да такой нарядный пошел сегодня так говорю ладно иди надеюсь она красивая но быть красивее меня нет не сложно поэтому я уверена что красивая а сможет ли она его увезти посмотрим не так говорят будь осторожна наташа его ведут есть такие ну конечно такие есть так но это же не все от них зависит чтобы они увели правильно еще и есть и другая сторона может сможешь ли увезти и поэтому таких-то много конечно я даже и не спорю ваша мужа не портит неглаженная рубашка даже не заметила да я тоже честно говоря не очень заметила я так как-то его давай погладим мнение не не на посоле ничего конечно если очень была сильно мята я бы ее просто сорвала с него и нагладила и ни за что бы на видео не показала очень мятую рубашку но так как она в рисунок и она там ну немножко на уковах может немножко где-то здесь а так нет спасибо просто ее обсуждали активно поэтому спросила вы знаете нет это как бы никакой не конфликт я просто шокирована немножко было поэтому я это я высказала свое мнение да и я на это имею право как любой человек и я это сделала куда он поехал к друзьям поехал у меня комментарии сегодня вот так вот идут тентин 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 как винсента показала мне сегодня на емэл пришел а пришло от ебэя но вы видели да и емэл такой что поздравляем вас вы у нас высококвалифицированный продавец теперь вы будете значит на самом верху я не знаю честно говоря посмотрим поместят ли они меня наверх но значок такой есть у меня на канале что у меня значит х то прейтед селлер продавец то есть мне очень приятно конечно а я думал и помирились а еще что вы думали дорогуша моя а что вы еще думали господи как вот вот жалко здесь нельзя удалять комментарии я бы конечно с удовольствием бы удалила этот комментарий я всех просила это именно моем канале мне не писать нет причем пишут именно те кто знает ответ вас задают вопросы именно те кто знает что происходит просто хотят горяченького не получите рубашка это такие молочи жизни самое главное берегите друг друга счастье вам бесконечного спасибо вам большое так 57 человек как я сегодня выгляжу вот сегодня опять не накрашена но уже я привыкла покажите пожалуйста свой блузончик да это не блузончик это вообще платье у меня видите платье я его купила еще на последнем круизе и я в нем хожу я от него балдею на такое свободное марлевое большое и я в нем хожу домашним она стала сейчас уже учу английский практикую каждый день но при разговоре с носителем еще боюсь выражаться но вот именно с носителем бояться нечего потому что носитель будет вам благодарен как бы вы не говорили вот если вы будете говорить с тем кто не носитель то они вас будут осуждать это обязательно то есть они обязательно напишут боже как не стыдно как противно ты говоришь а вот носитель никогда этого не подумает поэтому представьте себя наоборот то есть вы носитель русского языка и к вам подошел человек с америки и он пытается сами говорить на русском до смешно но это же так приятно что он старается разве вы подумайте, фу, какой ужас, как он может так говорить. То же самое никогда не подумает носитель языка. Поэтому именно с носителем языка вам нужно пытаться говорить. Наташа, выглядишь на все сто. Спасибо. Наталья, вы выглядите отлично. У вас тоже изоляция. Ну, у нас изоляция, но муж пошел к друзьям. Вот что делать? Что делать, девочки? Ничего сделать не смогла с мужем. Наталья, что делаете целыми днями? Баклуши бью, как и все. Наташа, а что на ужин приготовила? Ничего не приготовила. Муж придет пьяный, сытый. Я на кето-диете, поэтому мне не надо ничего готовить. Вы всегда красотка с макияжем или без? У вас харизма прет через край. Только дополняет вашу природную красоту, сказала Джуси Киндом. Не знаю вашего имени. Спасибо вам большое за комментарий. А Винсенс с ночевкой уехал? Нет. Не с ночевкой. Приедет вечером. Часики на стене интересные. Ну да, такие. Но они не ходят. Вообще ни одни часы в нашем доме не ходят. Они все висят, все интересные, но ни одни не ходят. Как вы считаете, Анташа, изменится жизнь в США после пандемии? Повлияет ли уровень жизни и материальный достаток? Конечно, однозначно изменится. Может быть, вернется, но не скоро. Очень не скоро. Наверное, лет пять надо, чтобы вернуться к тому уровню, которому мы были. К сожалению. Очень многие... Кстати, вот Макс выставил сейчас в своем инстаграме, что скоро концерт Димаша. Мне очень интересно, будет много народу или нет. Раскупают ли эти билеты, как раньше или нет. Очень на самом деле интересно. Я еще с ним не разговаривала. Обязательно спрошу. Так. Значит, Надя пишет. Пусть в гараже теперь две недели живет. Ну, не говори. Я его к вам отправлю. У тебя же есть комната свободная? Ты же всегда говорила, приезжайте. Так что он будет к вам подедет. Тоже учила английский год назад. Причем вместе с сыном. В силу обстоятельств я бросила. Сын учит. Так меня поправляет. Ну. Не, ну сын-то не будет над вами смеяться. Но я вам говорю, что есть люди, когда ты говоришь что-то по-английски на канале, то в основном русскоязычные, которые думают, что они как бы очень хорошо знают английский язык, они будут... Может быть, они и знают, но им обязательно нужно сделать такое замечание. Причем не исправить тебя по-доброму, а именно написать. Фу. Какая она тупая. Это за столько лет. В Америке она до сих пор не знает английского языка. Вот эти вот комментарии, они самые смешные на самом деле. Потому что человек, который самодостаточный и который знает лучше тебя, и если он нормальный человек, он по-доброму тебе протянет руку и скажет. У меня есть такие... Я обожаю эти комментарии, когда меня поправляют по-доброму и говорят, Наташ, надо было сказать вот так, а не вот так. Балдею просто от этих комментариев. Но остальные чудики, они летят в общественный туалет. Когда концерт планируется? Ну вот у Макса там написано, я не помню, я так посмотрела мельком. Часы нерабочие, нехороший знак, почините их обязательно. Я, честно говоря, в эти все знаки не верю. Не верю ни в какие знаки. Ложка упала, вилка упала, зонтик открылся, кошка пробежала или что там еще. Я не верю ни во что в это. Наташа, приметы не верить. Вообще не верю. Когда начинаете верить, они начинают сбываться, наверное, ну, за какую-то в силу обстоятельств. Но это такая глупость на самом деле. Почему нет новых видео про домов? Ну, вы догадаетесь трех раз. Почему? Здравствуйте. Я бы согласилась с Винсентом в гараже на карантине побыть. Приезжайте, я скажу ему, чтобы вот симпатичная девушка тебя оберегать. Наталья говорит, я просто восхищаюсь вами вашей мудростью. Привет из Нахабина. От вас вид добротой. Прям вы такая уютная, располагающая. Спасибо вам большое. Огромное спасибо. Вообще, я, знаете, я просто вот вижу по комментариям, я особенно вот, я не знаю, последние, наверное, два-три месяца по комментариям вижу, насколько у меня прибавилось людей и насколько они все классные пришли на самом деле. Если поправят, так поправят с добром. Если им нравится, так им нравится. То есть, нет вообще почти вот каких-то негативных комментариев. Там может быть один-два из трехсот комментариев. Там какие-то колки есть, которые, ну, как бы я их удаляю и все. Но на самом деле, вообще на канале царит просто прекрасная обстановка. И все как-то друг другу пишут, что-то все как-то друг другу что-то объясняют, если у кого-то вопрос есть, и я не ответила. Ну, ну, просто приятно. Вот сейчас вот я захожу на канал свой, я думаю, боже, какой хороший у меня канал. Наташа, скажите, пожалуйста, может, вы не в курсе, правда ли, нет, что владельцев грин-карт, оказавшихся во время пандемии за пределами США, назад в страну не пустят. Тоже не знаю, не представляю. Я вообще не знаю этих, ни законов, ни что там происходит. Как рулетка вчера прошла? Девочки, пошла в рулетку вчера, сидела, но никого, никого я из вас, к сожалению, не встретила. Никого. Встретила каких-то там таких чудиков. Записала, конечно, да. Вот сейчас Саня отправила, он говорит, мне вставит какие-то вставки. Если у него получится, то он вставит меня. Если нет, то я сама вставлю. Поэтому ни одной женщины я не встретила, никого не встретила. У вас классные видео про дома, но вы не так снимаете видео, что голова кружится. Ну, как они могут быть классными, если у вас кружится голова? Вы уже как-то решите. Или если у меня голова, если у вас голова кружится от моих видео, то они не могут быть классными. А если они классные, то голова кружится не может. Как это так? Привет вам из Сибири. Вы унушаете уверенность в себя. Девочки, а откуда может быть неуверенность у вас? Вот скажите, откуда у вас может быть неуверенность? Вы посмотрите, Люди, которые родились без ног и без рук, они становятся лидерами, у них столько уверенности, потому что вся уверенность внутри человека, не оболочка, не эта шелуха, это вот яйцо, понимаете, яйцо, у яйца есть скорлупа. Скорлупа может быть красивой и белой, но внутри тухлое яйцо. Или наоборот, скорлупа может быть потрескавшейся, а яйцо будет вкусным. Может быть, я провела неправильный пример, но извините меня, это вот то, что мне пришло первое в голову. Я искала, но не нашла. Что вы не нашли, я не поняла. Добавьте какую-нибудь вашу поклонницу. Ну, хотите, я вас добавлю. Как вас там, рейс? Хотите? Добавлю с удовольствием. Отвечу на любой вопрос поклонницы. А вы делаете трансляцию в Инстаграм с подписчиками? Делаю. Кто хочет сейчас добавиться, добавлю вас. Нет, девочки, там уже кто-то является обладателем гринка, пустят без проблем. Ну, вот видите, кто-то знает. Я ничего не знаю про это. Наташа, как часто видитесь с женой гей? Ну, с женой гей мы сейчас не видимся. Сейчас же пандемия, мы с ней общаемся по ватсапу. Очень часто мы с ней разговариваем. Она мне что-то рассказывает про... Я ей что-то... Ну, не каждый день, конечно. Ну, а как мы с ней можем видеться? Она от меня за 200 километров живет. В каком районе вы живете? Мы живем в центральной Флориде. Центральная Флорида, вот если вы знаете соперку вот эту Флорида, то мы в самом центре. В каком районе? Так, комменты все добрые, потому что плохие как... Плохие как какашку испугались. А где она, кстати? Кто? Кто она? Про кого вы спрашиваете? Не знаю. Не знаю, про кого вы спросили. Но, вы знаете, вот мне очень сейчас нравится делать прямые эфиры в Инстаграме. Не так много народу. Не так много какашек. Хотя у меня и там какашек почти нет. Но как-то, я не знаю, нравится мне здесь. Мне как-то здесь очень уютно. Очень жаль. Очень жаль, что... Формат вот такой, а не такой. Коричневая вы показали. Что коричневая? Я немножко вас потеряла. Я вообще не поняла, что коричневая. Кого показали? А где она, кстати? Так, дайте прочитаю, что вы там у меня спрашивали, потому что совсем не понимаю, о чем вы говорите. Это правда. Не могу найти, что вы у меня спрашиваете. Мне даже не представляю. Здравствуйте. На камине стояла. Послушайте, я просто потерялась. Да, конечно, знаю. У меня там крестный жил долгое время. Я имел в своей лаборатории физик-ядерщик. Поздравляю с наградой на ebay. Спасибо. Вы показывали. Чего показывала-то я не пойму. Наверное, напишите мне, о чем вы пишите. У меня прям голова сейчас взорвется. Наташа, я правда в соцподдержке США на человека 1200 дают, на ребенка 500. Да, это правда. Мы получили с Винсентом 2400 на двоих. Регину Тодоренко лишили титула «Женщина года». Я не знаю, кто такая Регина Тодоренко. Я представить себе не могу. Даже не слышала никогда этой фамилии. Говорили, если кто не нравится, будете показывать. Если кто не нравится, будете показывать. Ничего не понимаю. Простите, ничего. А, господи. Вот вы про что. Что если кто-то мне не нравится, буду показывать какашку. Так нет пока никого таких у меня. Но какашку взяла, держу. Не пахнет. Правда, что во Флориде очень много змей-пауков. Они ядовитые. Нет, это неправда. Это неправда. Если бы они были, я бы вам показала обязательно на видео. Но нет их здесь. Наташа, как принялись деревья? Абсолютно очень хорошо стоят. Такие веселенькие. Вот так прям. Ура, разобрались. А мы-то про какашку. Вот я говорю, разбежались. Да, и нет никого. На самом деле. Классная игрушечка. Такая вот какушечка. Вот Винсент придет сегодня пьяный. Я ему вот так вот. Наталья, вам хорошего дня. Спасибо вам тоже. Что за штука висит за спиной? Что это? Я не знаю, какую штуку вы имеете в виду. Вот тут вот фотографии. Вот тут вот часы. Больше не знаю, о чем вы. Вообще, какую штуку вы можете видеть? Еще, кроме фотографии и часов. Что с башмаками? Подошву приклеить? У меня женщина одна купила. Одна женщина купила из Америки. Говорит, я хочу их купить. А продала их за 40 долларов. Включая пересыл. То есть пересыл у меня встал где-то в 15 долларов. Она у меня, считайте, за 40 долларов их купила. Потому что я знаю, что я могла их починить и продать долларов за 60-100%. Они вообще 160 долларов стоят эти ботинки. Она сказала, хочу купить. Я его продала. Наталья, как у сына дела? Хорошо. У сына дела. Саундтреки к видео супер. Спасибо. Наташенька, расскажите, улучшилось здоровье на кето? Вы знаете, как оно у меня улучшилось, я не знаю. Но у меня пропали, допустим, отеки. У меня сейчас, в данный момент, поднялась энергия. Потому что у меня был переходный возраст. Переходные дни были от углеводов кето. И это были очень тяжелые дни. Я три дня в лёжку лежала. Но сейчас у меня очень всё хорошо на самом деле. И каждый день я беру тест. Ну, или через день беру тест, чтобы смотреть, далеко ли я ушла или близко ли я подошла к кето. И вчера я не выдержала и выпила полстакана молока. Потому что молоко для меня это просто наркотик какой-то. Я не знаю почему, я просто обожаю молоко. И там у нас оставалось совсем чуть-чуть. Я говорю, Винсент, может я выпью полстакана молока? Он говорит, ну выпей, что ж не умрёшь? Я говорю, ну я же вообще кето должна соблюдать. Ну, выпила полстакана молока. И вот так вот села такая. Вот молоко у меня это зависимость. Очень большая. Как вчерашняя курочка получилась с томатами? Очень вкусно. Но я курочку взяла, томаты я не трогала. И вот я из-за этой курочки немножко расстраиваюсь, что я, наверное, немножко сбила диету. Блин, только сейчас понял, моя мама все уши мне проехала. Какой-то кето диета. Я теперь понял, она вас смотрит. Надо прочитать про диету. Напишите доктор Берг. Би, нет, не Би, Бе, И, Ре, Ге. Потому что он американец, но по-русски. И послушайте, что он говорит. Так, посадите инжир киви. Для кого и для чего и кому нужен инжир киви? Мне не надо. Вы на мою сестру похожи. Мне очень приятно. Вы любите свою сестру, значит, это хорошо. Есть ли знакомые заболевшие? Вот знакомых знакомых нет. Но у Винсента, вот одноклассница в Нью-Йорке с ее родителями вместе. То есть все трое, они умерли недавно. Вот он это прочел. Расстраивался очень. Вот это знаем. Видела цветочки, которые вы посадили в саду рядом с фонтанчиком. Очень симпатичные. Подскажите название, пожалуйста. Не смогу сказать, не помню. Не представляю. Вообще для меня название цветочков, это просто что-то очень трудное. Привет, Наташа из Риги. Привет. Привет в Ригу. Ужас. Так, в чем ужас? Опять не поняла. У меня племянник во Франции приболел очень сильно. 29 лет. Все, ируя. Цена не на индивидуальность упали во Флориде? Пока не упали. Я проверяю каждый день. Не упали пока. Ну, возможно, упадут. Просто еще не догнал этот маркет. То, что должно случиться. Я тоже пытаюсь сидеть на кето, но не смогла более недели. Со стулом начались проблемы. Потому что нужно принимать обязательно магний и потасиум. Как он? Потасиум. Обязательно их надо принимать, потому что вы их лишаетесь, когда перестаете есть углеводы. Наташа, привет. Когда будет видео с рулетки? Ой, не знаю, надо еще это все сделать. Я только что Саню послала, он там с ней работает. Не знаю, когда. Я имею в виду ужас, что трое сразу идут. Вы знаете, там в рулетке на меня накинулся один украинец. Он на меня накинулся, мы с ним поздоровались. Я говорю, какой симпатичный. Все такое. Он говорит, откуда ты? Я говорю, из Америки. Он говорит, все понятно. А сама из Украины? Я говорю, нет, я из России. Он такой, ну ладно. Он то хотел спросить, откуда ты? Потому что все из России не могут ответить на вопрос, откуда они. Я говорю, давайте я представлю, что я из России. Задайте мне этот вопрос. Он говорит, откуда ты? Я говорю, из России. Он говорит, где на карте тут Россия? Я не вижу такой страны. Короче говоря, он имел в виду Российская Федерация. И вообще начал на меня орать, что я совок и все такое. Я говорю, единственное, что я сказала. Вы знаете, у меня столько знакомых украинцев. Ну, ни одного я такого не встречала, как вы, простите меня. Но, конечно, такой скандал мне там закатил. Я сразу выставлю и покажу, потому что он, я не думаю, что он относится к многим украинцам. Это какой-то вообще больной человек. Он мне попался, но я там наставляю ему вставочек. Я имею в виду ужас, что трое сразу дочь и родители. Ой, да, 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 это ужас, конечно. И калий, да. Магний и калий нужно обязательно принимать. Наташа, расскажите про уход за лицом. А что вам рассказывать? Я подписана в компанию Алоэ Вера. У меня есть два тюбика. Прополис Алоэ и гель Алоэ. Я смешиваю их вместе. Вот так вот. И на распаренное лицо каждый вечер. Раз, раз, раз. Все. Больше ничем. Пять лет уже, шестой год пошел. Где хороший во Флориде, чтобы купить дом? Где хороший район во Флориде, чтобы купить дом? Вы знаете, вы сначала должны подумать, сколько денег вы хотите истратить. Потому что вот такой вопрос, где хороший район. Хороший район может быть, но дом будет за миллион долларов, если у вас такой, если у вас такой, такие деньги, да. Поэтому, знаете, вот очень много людей, которые подготовили 150 тысяч и говорят, мне нужно в хорошем районе. И когда я им показываю самый плохой дом в самом хорошем районе, то им не хватает даже на 20% этого дома. И поэтому район-то я вам найду. Это вам Виндомир, это вам Лонгвуд, это вам Мейтланд, это, значит, Лейк Мэри. Все вот эти районы шикарные. С кем из русских блогеров в Америке общаетесь? Ну, со многими я общаюсь, абсолютно со многими. Ну, я не буду уж перечислять, потому что кого-то еще забуду. Супер ваша кожа, видно, что упругая. Ну, вот эти два крема, они... У меня, я, честно говоря, вот если вы посмотрите мои первые видео, мне кажется, у меня кожа была хуже, чем сейчас. Но вот тогда я познакомилась с этой продукцией, начала наносить этот крем, и я не могу вообще просто нарадоваться на него. Кому интересна продукция Алоэ Вера, пожалуйста, пишите мне в личку, и я вам помогу зарегистрироваться, я вам помогу купить эти крема. И, ну, вообще надо, конечно, и сок принимать, потому что не только снаружи, но и изнутри. Алоэ – это такой индикатор, который показывает тебе, где неправильно, он вычищает в организм. Ну, это вообще-то... Ну, сколько раз уже это говорила? Пять бедром за 300-400. Но пять бедром за 300-400 не может быть в хорошем районе. Может быть, в среднем районе, может быть, в таком районе, где я живу. Это как бы не самый лучший район, это средний район, да, то есть небогатый район. Да, это 300-400 – это легко. Я все вспоминаю, первые ваши видео в Ютубе, супер для настроения. Вы знаете, хороший район, он считается тот район, где очень хорошие школы, да. А это очень дорогие районы. Просто вот пять бедромов в таких районах стоят где-то за миллион. Блин, он дорогущий, и у нас Алоэ. Я не знаю, что дорогой-то он больно. Ну, что он больно дорогой, вот скажите. Здравствуйте, Наталья, где ваш сок Алоэ и Вера? Тоже не поняла вопроса. В смысле, где в холодильнике? А я вспоминаю историю про Голландию. Да, история была очень такая нерадостная. У меня у вас парик, конечно. Тоже купила в компании Алоэ Вера. Видите, Алоэ струится у меня по волосам. Вот тут такой вопрос зададут. И самое главное, неужели вот здесь даже не видно, парик или нет. Ну, все равно парик. У меня это будет. Мне поставил мордочку, смеется. Муж на гулянке. Муж на гулянке, жена на стремянке. Люблю Наташу за юмор. Спасибо. А я историю про вождение американца в Рыбинске. Тоже интересная история про меня, как я водила. А, про вождение. Я думала, про... Вы пишете про вождение. Думаю, какого американца в Рыбинске вождение. У меня американец не водил машину там. Ой, да, историю про Голландию. Фильм можно снять благополучным концом. Ах, парик из Алоя, ну, юмористка. Вы знаете, сколько я... Вы знаете, сколько я получила, допустим, видео такое, да, про девочку, где мне пишут, Наташа, посмотри, эта девочка копия тебя. Я, наверное, не знаю, сколько я раз получила. Раз пятьдесят. И я сейчас вам покажу. Покажу сейчас эту девочку. Как раз сейчас покажу вам. Видели ли вы ее, я не знаю. Но мне все пишут, что я очень на нее похожа. Мне, на самом деле, это очень льстит. И я очень рада, что я на нее похожа. Но правда ли вы думаете, что я на нее похожа? Сейчас я ее включу. Эту девочку. Смотрите. Радуюсь! Сижу. Сижу. Листаю. Смотрю. Вижу. Такая она хорошенькая, конечно. Смотрю. Посмотрите на нее. Я понимаю. Думаю. Ну, вообще, наверное, в детстве, да, похоже. Вот сейчас повернула голову. Смотрю. И мне кажется, да. Понимаю. Психотова! Какая клевая. Смотрите, как она. Расстроилась. Расстроилась. Смотрите, как она заплачет. Как такое может быть? Звонит. Ладно, не буду больше вам надоедать. Но девочка, конечно, это мне очень импонирует. И я ее просто обожаю. Я не помню, как ее зовут. Но она была, я знаю, что у Галкины на передаче. И, ну, сейчас-то я взрослый человек. Ну, наверное, когда маленькая была, наверное, что-то там есть такое. Прям носик такой. У вас дети есть и сколько? У меня есть один деть. Ему 32 года. Живет он в Вашингтоне. Мне задавали вопрос сегодня в комментарии. Наташа, а вы помогаете сыну материально? Я говорю, мой сын зарабатывает в три раза больше, чем мы с Винсентом сейчас. Так что, если нам нужно, так он нам поможет, а не мы ему. Ну, Наташа очень похожа, прелесть похожа. Спасибо. Ну, я говорю, что мне очень приятно. Мне столько людей прислали эту девочку. Сказали, Наташа, посмотри, посмотри, это ты, это ты. Вот, и, конечно, я не против. Вот. У нас 90 человек. Девочки, есть ли у Вас еще какие-то вопросы? Мне там написали, покажите два тюбика крема. Вот вы мне напишите, зарегистрируйтесь, я вам покажу, как это купить. Потому что вы не купите этот крем без дистрибьютора. Это дистрибьюторская компания, вам нужно обязательно купить. Или по моей ссылке, я вам ссылку могу дать, чтобы вы купили. Если не хотите регистрироваться, если хотите купить по полной стоимости, я вам могу ссылку дать, чтобы вы там купили. Если вы хотите зарегистрироваться и купить с 15% скидкой, то тоже пишите мне в личку. Наташа, я, Наташа, а мастер кукол из Литвы. Не делала вам куклу на заказ? Ну, я же не заказываю, почему она будет делать мне? Я не заказываю, это очень дорого. Почему она мне будет делать? У нее, знаете, сколько таких посетителей, как я? Она даже манерами похожа. Малый бизнес пострадал в Америке. Ну, все пострадали в Америке. Примерно какую цену алоэ, примерно, чтобы рассчитать? Вы знаете, вот я вам еще раз говорю, вам ничего не стоит будет зарегистрироваться и посмотреть все эти цены. Вообще ничего, абсолютно. Я не могу сказать цены, допустим, за Россию, потому что другие цены, другие цены в России, в Америке, в Бельгии, в Германии, в Италии, все по-другому. Они абсолютно ставят свои цены. Они получают продукты из Америки, у них свой склад, они вам посылают со склада вашей страны. Но какие цены, я вам не буду сейчас это все говорить. Примерно в какой... Так, очень понравился прямой эфир Натальи и Михаил Портнов. Но мы собираемся опять делать, уже втроем. Вот он, Светлана и я, он говорит, давай что-нибудь сделаем. Вчера мы с ним буквально общались. Вот, и, ну, наверное, сделаем, может, даже сегодня какой-то прямой эфир с ними. Я говорю, он говорит, о чем? Я говорю, так, ну, на твоем канале-то ты решать теперь о чем? Так что вот он говорит, хорошо, сейчас вот подумаю. Говорю, вам в Казахстане дорого. Не, подождите, ну, дорого как? Если вы будете покупать очень много продукции, наверное, дорого. Но если вы купите, там, две бутылочки сока на месяц, да, и купите вот этот крем, который хватает месяцев на пять, наверное, да, вот эти два тюбика хватает месяцев на пять. Просто даже если вы будете из баночки пить по 60 грамм сока каждый день, это заменяет вам полный комплекс витаминов. И крем наносите на лицо тонким слоем, его очень долго хватает. Я не думаю, что это так дорого. Ну, я не думаю, что это дороже, чем какая-то дорогая косметика, на которую очень часто девушки тратятся. Что посоветуете для роста волос? Не представляю даже, что посоветуете для роста волос. Пить, может, какие-то витаминки для волос, я не знаю. Как проживают ваши друзья на шумоизоляции? Шумоизоляция. Вчера Саша купил себе беговую дорожку, они мне прислали видео, и, значит, дорожку он там купил и сказал, всё, сын у меня родился, дерево я посадил, дорожку купил, больше ничего мне не надо. Так что, привет, Натали, привет, привет, Ирочка. Очень приятно мне вас всех тут видеть. Я вообще очень часто в этом платье выхожу, уже все привыкли, наверное, в этом платье. Это у меня домашнее платье, я его стираю там раз в три дня и опять надеваю. Его даже не надо гладить, его постирал, повесил, оно такое, знаете, материал, мятка. Я опять надела. Бедно, соседи внизу. Я смотрела ценник. Примерно 6 тысяч набор продуктов алоэ. Подскажите конкретно, какие можно на пробу взять баночки с соком. Подождите, я не знаю, что за набор алоэ вы говорите, но возьмите вот этот сок алоэ с персиком, допустим, да, и пейте его потихонечку. Там надо начинать вообще со столовой ложки, потом на следующий день, две, потом три. В общем-то, потихонечку надо, разбавляя с водой. Вам не нужен набор. Возьмите вот эту бутылочку или две, возьмите этот крем, возьмите помаду гигиеническую алоэ, потому что у вас там бывает очень часто ветры и все, и губы очень нуждаются в уходе. Я не знаю, это не так дорого, но это все очень хорошие продукты. Продукты, от которых я никогда в жизни не откажусь. Давай на Ютюбе эфир. Ой, на Ютюбе там сделаешь эфир, потом сутки загружается. Не нравится мне. Так, Оксана на карантине или работает? Ну, на карантине, Оксана. Вот и я думаю начать с малого. Вот и надо. Поэтому пишите мне в личку. У меня в России есть девочка, мой представитель, Лариса ее зовут. Да, те, кто, девочки, вы в России, я вам ее дам телефон. Она вам все объяснит, все расскажет, все покажет, потому что она знает этот сайт. Она знает цены, она все вам расскажет. Поэтому напишите мне, и я вам дам ее номер. Она, кстати, вот где-то здесь сейчас. Лариса, ты здесь? Если ты здесь, напиши. Вот, девочка, вам, пожалуйста, прям к ней обращайтесь. Лариса, ответь мне, если ты здесь. Напиши какие-то сердечки, что ли, я не знаю. Наташа, где можно посмотреть продукцию алоэ? Ну, вот я только что и объяснила, где. В каждой стране своя ссылка. Если вы не из России, допустим, да, то я вам лично буду. Вот, Лариса, вот, поставь сердечки. Вот это Лариса, к которой вы можете обратиться и сказать, Лариса, я хочу алоэ. Помоги мне, пожалуйста, купить сок, крем. Она все это знает, все продукты. Она знает, она так все это выучила, что больше меня теперь знает. Поэтому вот сейчас прям запишитесь к ней, и она вам все расскажет. Я сегодня в Ютьюбе смотрела доктора Эльдакимова. Очень рекомендует продукты алоэ. Да, ну, еще бы. Я даже и не сомневаюсь. Вы поймите, что я никогда бы в жизни не предложила вам что-то, что я сама не знаю и не проверила. Поверьте мне. И люди, которые пишут, у меня на подоконнике растет алоэ, я его принимаю. Это очень люди, которые рискуют. Потому что действительно такое алоэ может реактивировать какие-то раковые клетки. Ведь алоэ 500 видов. Так же, как и грибов. Если вы съедите поганку, вы умрете. А если вы съедите хороший гриб, он вам, как говорится, пользу принесет. То же самое с алоэ. Как же можно... А чтобы алоэ вообще принимать внутрь, это должно быть 4-х летний или больше растения алоэ. Его нужно срезать, его нужно очистить от кожуры. Его нужно обработать. Ну, вы что, разве можно просто так взять и съесть что-то? Это же вообще... Это то же самое, что вы возьмете гриб сейчас в лесу и съедите его без всякого приготовления. Поэтому, сори, я не поняла, где можно посмотреть продукцию. Но вот есть Лариса у меня. Лариса, напиши еще раз, пожалуйста. Я сейчас ее... Знаете, что? Вот я сейчас ее... Вот она тут я пишет. Вот смотрите, я сейчас... Пин, да? Вот я сейчас закрепила ее комментарий. Нажмите сейчас на Ларису. Она живет в России. Те, кто в России. И напишите, что вы хотите алоэ. Она в моей команде. То есть вы будете в моей команде в любом случае. Но она знает сайт, она знает все. Она вам поможет подписаться. Она вам поможет все объяснить, все расскажет вам, ссылки, да, что вы посмотрели. Все у нее это есть. Лариса не только сама пользуется. У нее мама пользуется очень старенько этим продуктами. У нее дети пользуются этими продуктами. Лариса очень долго не подписывалась. Ой, она подписывалась, но очень... Подождите. Нет, она очень долго не вступала в компанию как бизнесмен. Она пользовалась очень долго для того, чтобы она потом уже поняла, что да, я хочу предлагать это людям. Поэтому у нее также был опыт сначала неверения. Я сама проверю. Я сама посмотрю. Она столько литературы прочитала, что она знает больше, чем я. Те, кто в Америке живут, пишите мне. И только те, кто в Казахстане, тоже мне пишите. У меня все... И в Казахстане у меня девочка тоже есть. Тоже мой представитель. Я вам дам телефон ее. И вы с ней свяжетесь. И она вам все поможет тоже. Ее Нелли зовут. Очень большая линия у меня в Казахстане. И вы будете под ней. Она живет в Казахстане. Она вам все поможет. Те, кто в Америке, как бы я вам дам ссылку. Наташа, что вы скажете, если долго задумываться о пластической операции? Но делать боюсь. Но при этом очень хочу исправить кончик носа. Я не знаю, что вам сказать. Хочу, но боюсь. Это, по-моему, нормальное абсолютное явление у каждого. Хочу, но боюсь. Но надо как-то решить. Делать, не делать. Риск есть всегда. Никто вам никогда не даст стопроцентной гарантии. Так же, как я пошла делать глаза, и у меня был риск. И я вообще думала, что я глаз лишилась одно время после операции. Думала, ничего не заживет. Но очень хотелось, и я сделала. Боялась ли я? Очень боялась. Так, в Инстаграме написать? Да, напишите мне в Инстаграме. Или напишите мне в Ватсапе. У меня есть Ватсап и номер телефона на Ватсапе. Я сейчас вам напишу. Я очень много раз его писала. Но сейчас напишу еще раз, да? Так. Вот мой номер телефона в Ватсапе. Да, я надеюсь, что будет вам видно не наоборот. Или вам наоборот видно, я не знаю. Наверное, вам видно наоборот. Но я сейчас вот так вот вам покажу. Ой, так тоже плохо видно. Не знаю. Если возьмете сейчас все ручки, я вам продиктую. Потому что, не знаю, не получается у меня. Так вот, те, кто живут в России и хотят попробовать алоэ, хотят посмотреть, что там за цены, хотят узнать, что вообще, что это за алоэ. Вот эти крема, которые я наношу 6 лет уже. Посмотрите, мне 52 года. Но люди пишут, что я колю лицо. Понимаете, колю. А я его не колю. И в доказательство этому я все время корчу морды всякие. Вот так. Потому что, если бы у меня оно было наколото, в жизни никогда бы никто так не сделал. Правильно? Поэтому вот она, Лариса моя. Она закреплена внизу комментарием. Тут я. Прямо нажмите на нее, подпишитесь и напишите в личку. Работай, Лариса. Создавай команду. Потому что я вам хочу сказать. У меня сейчас в команде, наверное, человек 300. И ни одна из них не написала. Ужасный, ужасный продукт. Мне не нравится. Все пишут. Наташа, это такой, оказывается, продукт. Почему ты мне раньше не сказала. Я тоже собираюсь на блефропластику. Но мне в Москве врач сказал, что нижние и верхние века за раз делать нельзя. Ну, какой-то врач скажет нельзя. У меня сделал. Наташа, ты потом под видео напиши номер телефона Ларисы. Подождите. Ну, вот Лариса-то. Лариса, напиши свой номер телефона. Мне сейчас просто не посмотреть. Я сейчас его тоже закреплю тогда. Я уже общаюсь. Ну, вот видите. Хорошо. Лариса, она здесь находится. Вы прямо нажмите на нее и общайтесь. Она вам поможет. Она очень много знает о продукции. Очень много. У нее очень много видео, которые я советую вам посмотреть. И если после видео у вас еще остались вопросы, я также все время на связи. Вы можете спрашивать у Ларисы, у меня. Я также вам отвечу. Потому что мы одна команда. Но очень хочу сделать операцию, несмотря на страх. Делайте тогда. Можно делать наверх и на низ блефаропластику. Это называется круговая. Стоит дороже. Ну, я тоже думаю, что можно. У моего врача, когда я пришла, он сказал, верх 3000, низ 3000. Все вместе 5. Поэтому это как пакетч называется. Тут нельзя нажать на человека и перейти к нему на профиль. Правда? Я не знала. На ютюбе у нее видео. Я не знаю, где у нее видео. Она вам все скажет. Давайте я вам... Лариса, какой у тебя... Нет, ну вы же видели ее по нику. Можно по нику найти, наверное, ее в инстаграме. Ларису-то. Лариса, напиши свой номер телефона. Она уже вышла. По-моему, там общается с кем-то. Поэтому... Блин. Не, не... Не посмотри. А, нет, я сейчас увижу ее телефон. Погодите. Точно. У меня же здесь, вот на компьютере, ее телефон. Так. Давайте я вам Ларису телефон напишу. Смотрите. Так. Сейчас все я вам сделаю. Плюс один пишу. Плюс... 920. Сейчас напишу. Так. Девочки. Вот это телефон Ларисы. Да. Я сейчас вам его закреплю. Вот. Вот те, кто живет в России. И хотите попробовать продукцию Алоэ. Хотите задать вопрос. Хотите зарегистрироваться. Хотите купить. Что я вам очень советую. Но это уже ваше дело. Телефон Ларисы вот здесь. Вы ей напишите на WhatsApp. Или как там в России. Если у вас там безлимитно или что. И вперед. Надо было делать скрин. Ну и так хорошо. Вот. И конечно вы можете так же ко мне обращаться в любое время. С любым вопросом. Как я сказала. Мы с ней одна команда. Я... Вы знаете. Никого не могу призывать. Работать целую. Да. Там допустим. Кому-то продавать. Или что-то. Никому не надо ничего продавать. Если вы не хотите. Вообще. Вы просто для себя. 15% скидка вам гарантирует. Просто за то, что вы зарегистрируетесь в компании. Вот. А потом Лариса вам уже расскажет. Как можно сделать 35% скидку. Пожизненно. Не продавая ничего никому. Она все вам это расскажет. Лариса живет не в Москве. Она живет в Тутаеве. Такой город есть. Кстати. Он рядом с Рыбинском. Где-то я не знаю. Километров 70 может от Рыбинска. Знала ли Ларису до этого? Нет. Я ее не знала. Она подписалась ко мне в продукцию. И вот теперь она мой представитель. Потому что она очень заинтересована продукцией. Она столько про нее изучила. Она столько про нее знает. Что я говорю. Лариса. Давай я к тебе буду людей посылать. Потому что ты хотя бы мне будешь помогать. Потому что мне на самом деле тяжело, когда столько людей мне напишут. Мне иногда бывает завалят. И я бывает человека потеряю. А потом мне пишут почему-то мне не ответила. Поэтому я теперь Казахстан. У меня Нелли. А Россия у меня Лариса. Я забирала самовызовом товар из Москвы. Из их офиса в центре. В них не во всех городах есть представительство. Не, подождите. Конечно, не во всех городах есть представители. Представительство. Это вы имеете в виду склад. Естественно. По-моему, в России только один склад. В Москве. Но он рассылает на все города. Но я просто имею в виду, что ваш спонсор будет из России. И если у вас какой-то есть вопрос. Чтобы вы задавали вопросы своему спонсору. И он отвечал на них. Вот я что имею в виду как представителям. Не склад Анели, где в Астане. По-моему, да. По-моему, в Астане. Вот. Нелли, значит. Давайте я вам Нелли телефон дам. Нелли. Не, Нелли, знаете, как. Я не знаю. У Нелли я не спрашивала просто разрешение давать телефон вот так вот всем. Вы мне напишите, что я из Казахстана. А я вам уже в личку дам телефон Нелли. Вот так вот мы сделаем с вами хорошо. Потому что я сейчас вот прям тут на всю аудиторию дам ей телефон. И будет как-то не очень хорошо. Дела зовут. Приятно пообщаться. Лариса. Очень приятно было с вами пообщаться. Спасибо. Ну что, девочки. Все, дорогие мои. Поболтали. Вопросов больше, по-моему, у меня нет. Я, честно говоря, не думала, что я тут про Алоэ сейчас начну говорить. Но как-то одно за другое зашло. И опять про мою любимую продукцию. Но вообще хотелось просто поболтать. Настроение вам поднять. Ответить на какой-то вопрос вам и, не знаю, что-то так вот, чтобы было все здорово. Или еще посидеть. Не знаю, что-то вы мне перестали писать. По-моему, все нырнули к Ларисе, что ли. Я не знаю. Потому что нет комментариев больше. Опоздала. Вот Лариса вам палец вверх ставит. Сохраните, пожалуйста, эфир. Только присоединилась. Я его не только сохраню. Я его и на YouTube выставлю. А где ролик с Олей? Какой ролик с Олей? Будем скучать. До новой встречи. Как все? Только присоединилась. Так я не знаю, что говорить-то еще. Просто вышла поболтать. Смотрю, так больше никто ничего не говорит. Но вышла я не про Олей говорить. Вначале-то у нас было весело. А потом мы как принялись работать, как говорится, за дело. Про продукцию начали сами разговаривать. Окей, про спорт. Про кета поговорили. Про спорт поговорили. Про Винсента поговорили. Про его рубашку, про его друзей. Куда он ушел. Все поговорили. Обо всем. Просто у нас пересменка. Был же эфир соли про Алоэ. Все есть. Смотрите на канале. Все, что было, все есть. Ничего никто не удалял. Хорошо просто слушать и наблюдать за приятным человеком. Иду смотреть видео про чат-рулетку. Но пока нет этого видео. Хотя у меня есть старое видео. Но нет нового еще пока. Ну что, дорогие мои. Спасибо вам за то, что вы со мной посидели. Батарея, батарейка телефонная. Сказали, батарейка у тебя садится, дорогая. Подсоедини меня. Сейчас подсоединю, подсоединю. Не расстраивайся. Расскажи, как съездили к экспертам по башмакам. А я продала их уже не с клеенными. Ко мне позвонила женщина из Америки. То есть не буду говорить откуда чего. Она говорит, я хочу купить эти ботинки. Но эти ботинки 160 долларов стоят новые. Вы о чем говорите? Она говорит, я их куплю. Я продала их за 40 долларов, включая пересыл. То есть пересыл мне встал. 15 долларов. То есть в принципе для меня я продала их только за 25. Говорю, вы точно хотите их? Она говорит, мне даже не надо что-то клеила. Я все сама сделаю. У меня есть хороший мастер. Я хочу эти ботинки. Она у меня их купила. Так что до мастера даже не дошли. Где посмотреть про рулетку? Зайдите на плейлист. У меня плейлист называется «Хотите поржать?» Вот этот плейлист, и там все рулетки я туда собираю. Там немного, по-моему, 4, но они все очень веселые. Посмотрите. Эх, ну ладно, хорошего дня вам. А нам хорошего сна. Ну вот. Я знаю, что вы сейчас все уже спать ложитесь. Поэтому спасибо вам еще раз. Очень мне приятно. Те, кто сейчас смотрят меня в YouTube, извините за формат. Не на весь экран, но это Instagram. А так как вы пропустили наш разговор, сюда тоже вставляю в YouTube. Это я на будущее в YouTube вставила. Потому что на YouTube буду сейчас вот этот прямой эфир делать. Говорушки так называемые. Все. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!